Добрый вечер! Дети старше 16 лет, стоящие в пробках, в ожидании, когда же закончатся последние часы рабочей недели, и наступит тот самый уикенд продолжительностью в 2,5 дня. Половина — это как раз та пятница, которую мы позволяем себе не очень интенсивно трудиться. Несколько слов о стратегии. Стратегам быть очень трудно. Талант нужен, опыт нужен. Стратегическое планирование чего бы то ни было — это такая очень грандиозная затея. Она не дается дилетантам. Стратегией у нас в стране занимаются все. У нас вот любого бомжа ткни в ребро и скажи, «Слышь, Вась, ну как в стране-то жить?» Он такую лекцию прочитает и так далеко укажет путь, что можно будет даже отправиться. У нас стратегией занимается, естественно, президент, премьер. У нас стратегией занимается... Нет, не подумайте, что Государственная Дума, ей это не по карману, да, собственно, ей никто и не позволяет такими вещами заниматься. Хотя вот, судя по тому, к чему сейчас эта стратегия приводит нашу страну, возникает желание как-то уточнить формулировку статьи Уголовного кодекса «Измена Родине». Ну, чтобы не путаться в понятиях, потому что уж очень одно на другое похоже. Но вообще стратегией у нас в том числе занимаются еще министерства. Они иногда определяют какой-нибудь путь и предлагают по этому пути многим пойти. Минпромторг летом 2012 года решил учредить конкурс. Он предложил всем желающим поучаствовать в изобретении отечественного легкового электромобиля. А также в этом конкурсе предлагается сделать что-нибудь газовое. Например, газовый автобус. То есть, двигатель у него должен работать на газу. А также очень захотелось Минпромторгу, чтобы у нас в стране кто-нибудь изобрел гибридный грузовик. Вот это говорит о том, что в стратегии Минпромторга колоссальные ошибки. И люди, затевающие подобные конкурсы, на кону сумма в 500 тысяч рублей в качестве призовых, с условием, что еще столько же будет уже внебюджетных средств привлечено победителям конкурса. Вот все вместе это говорит о том, что с стратегическим планированием, по крайней мере, в отношении автопрома, у ребят полный тупик и никакого представления о ситуации. Видно, что то ли у них интернет отключили в министерстве, то ли просто люди, которые этим занимаются, они немножечко из глухого такого места, в котором и электричества тоже нет. Приехали и настолько были поражены. Вот тут вот лампочка, а там горячая вода, а тут какая-то такая штука. Ой, это кажется мобильный телефон. В результате этого потрясения очень захотелось продлить ощущение прогресса грянувшего. И они сказали, ой, а что еще бывает на свете? А давайте вот как в детстве, машинка на батарее как была. А давайте кто-нибудь изобретет электромобиль. Особенность этого конкурса в том, что электромобиль никому не нужен. И перспективной идеей он был больше 100 лет тому назад. На рубеже 19-20 века электромобиль казался действительно очень неплохим и очень перспективным. Если вы помните, Камил Женатцы установил рекорд скорости, преодолев впервые в истории человечества официально зарегистрированные 100 км в час как раз на электромобиле. У него штуковина под названием «Всегда недовольная». Я видел эту «Всегда недовольную». Она по тем временам называлась автомобилем. А на наше сегодняшнее восприятие это обычная корыта на ходу от телеги с аккумуляторами. Нужно было быть героем для того, чтобы на этой штуковине ехать хотя бы 20 км в час. 100 км в час. И это потрясающий рекорд. Тогда двигатели внутреннего сгорания бензиновые были чадящими и пугающими. Паровоз был довольно крупным, громоздким. Казалось, что вот оно, электричество. Да, давайте займемся этим. С тех пор к теме электричества всерьез никто никогда не возвращался. Хотя, конечно, для упражнения, гимнастика для умов, упражнения ради. Иногда тихонечко работали. Некоторые, у кого со стратегией тоже очень тяжело, например, японская фирма Nissan, даже довели до серийного производства Nissan Leaf. Mitsubishi сделала IMF, тоже полностью электрический автомобиль. Это тоже говорит о том, насколько люди в стратегическом планировании могут глубоко ошибаться, причем целыми коллективами. Потому что идея одного — это еще не поздно положить ее в стол, не обязательно ее реализовывать. И когда совет директоров принимает решение ассигновать кучу денег, выбрасывая их на ветер, говорит о том, что да, ребята, действительно, вы ошибаться можете по-крупному. И всерьез с электромобилями могут развлекаться только те, кто не видит далеко, не обладает стратегическим мышлением и не понимает, откуда берется в розетке электричество. Особенно в тех странах, где оно берется путем сжигания углеводородов. Это очень здорово, что у тебя под окнами на газоне пасется электромобиль, но то, что ты его зарядил, запитал вольтажом после того, как сожгли целый лес или угольный разрез, или много-много вагонов с нефтью, об экологии, конечно, тут говорить не приходится. Но Минпромторг не в курсе. По крайней мере, те люди, которые затевали этот конкурс, понятия не имеют, что такое электромобиль, и вообще какая перспектива, и какой рынок у электромобилей в нашей стране, в нашей холодной стране. Они сказали, давайте конкурс, давайте изобретать. С гибридами та же самая ситуация, абсолютно тупиковая ветвь. В гибриды уже все наигрались. Некоторые просто доигрывают, потому что пока еще тема не завяла совсем, на ней нужно успеть дозаработать. Потратились ведь? Должна быть какая-то прибыль. Toyota Prius, вот она уже в большом количестве модификаций, даже уже Lexus'ом стала, поэтому доиграть, конечно, в это можно. Но если помните, пару лет тому назад в Женеве гибридами пугали людей даже ребят из Ferrari. Полгода прошло, все, ни слуху, ни духу. Сейчас у Ferrari спроси, а где ваш гибрид? Какой гибрид? Ну вы же сделали. Мы и делали, да вы что? Я не был такого никогда. И на этот конкурс среагировала АвтоВАЗ и КАМАЗ. АвтоВАЗ сразу сделал Элладу. Он ее, правда, сделал раньше и безотносительно этого конкурса. А вот совершенно внезапно, с оттяжечкой в полгода, бац, и КАМАЗ возник. Он сказал, да, конечно, а что бы нам не поучаствовать? Мы хотим сделать электромобиль класса B. КАМАЗ. Это тот самый КАМАЗ, который за всю свою жизнь не сделал ничего. Не путайте с совершенно автономной фирмой КАМАЗ-Мастер. Там другие люди. Там был великий Семен Якубов. Это человек, на которого КАМАЗ должен был молиться. И не отпускать его, кстати, с поста руководителя КАМАЗ-Мастера. Это тот человек, который создал автономное производство гоночных автомобилей. И гоночный автомобиль к серийному отношению не имеет. А КАМАЗ за всю свою жизнь не сделал ничего. Ну, вообще ничего. Вот у них есть нынешний автомобиль, которому, мягко говоря, 40 лет. Ну, почти. На самом деле, чуть больше. Вот все, что они смогли. Причем КАМАЗ много раз встревал во всякие очень стрёмные эксперименты, пытаясь где-то заработать. Мало кто помнит о том, что британская фирма Reliant существовала. Делала на разные автомобили. Reliant Kitten, Reliant Cemetery. У них была такая смешная трехколеска. У них была псевдоспортивная двухдверка. И КАМАЗ в свое время купил эту фирму. И сдохли они вместе. Ну, КАМАЗ после этого все-таки реанимировался. А вот фирмы Reliant больше нет. КАМАЗ поруководил. Ну, эффективные топ-менеджеры. Об этом сейчас уже даже вспоминать некому. Ну, и вообще неприлично об этом вспоминать. И вот так совпало, что стратеги из Минпромторга капитально совершенно промахнулись и сказали, а давайте сделаем электромобиль. КАМАЗ сказал, давайте действительно его сделаем. Но если Лада со времен советской власти занималась электрификацией, и сейчас она просто тихо доигрывает эту тему, пожалуйста, как гимнастика для мозгов совершенно не возбраняется. И параллельно с затеями Минпромторга они выкатили свою машину, сказали, а вот у нас есть. Ну, хорошо, замечательно, отправили в Краснодар, давайте посмотрим, как эта штука будет работать. У КАМАЗа ситуация хуже. Они, в принципе, никогда ничего не изобретали. Они никогда ничего всерьез не достигали. С изобретательством у них очень большие трудности. И тут они берутся за новую для себя тему. Причем у них есть ассигнования в 60 миллиардов. Они пытаются их инвестировать в перспективные разработки. И вот эта перспективная разработка в том числе поглотит какое-то количество денег. А в это самое время серьезные игроки международные, прекрасно понимая, какой тупик электрификации, переходят на водород. Потому что все, кто всерьез разбирается в стратегическом направлении и может махнуть рукой и сказать, ребята, нам туда, они машут в сторону водорода. И первым очень серьезных успехов достигла BMW. А недавно, буквально на этой неделе, как раз пока КАМАЗ подступался ко вчерашнему дню, Daimler, Nissan и Ford подписали меморандум о создании альянса с намерением через несколько лет вывести на рынок уже достаточно готовые водородные автомобили. Они будут работать над этими технологиями совместно. То есть даже Nissan поумнел. КАМАЗ будет на это тратить деньги. Правильно сделать, конечно, в силах КАМАЗа, это на газу работающий двигатель и поставить его в автобус. Это очень правильное направление, стратегически верное. Кстати, КАМАЗ хочет сделать уже для себя, без относительного Минпромторга, робот-грузовик для армии. Это тоже правильно. Американцы этим занимаются с 2005 года. Мы немножечко опоздали, буквально на один виток эволюции. Но никогда не поздно изобрести то, что американцы уже изобрели. Но электромобиль — это абсолютный тупик. И Минпромторг, и КАМАЗ, отправившиеся по этому пути, идут не той дорогой, о чем можно только сожалеть. Причем КАМАЗ, затевая это, сказал, что в ближайшее время вопросы рентабельности будут решены. Уже не будут никогда. Перерыв на новости. Вот теперь потихонечку переходим к диалогам. Наша любимая радиостанция, ее номер 6510996, у нас на линии Григорий. Здравствуйте, Григорий. — Добрый вечер, Григорий, город Москва. — Сергей, у меня вот комментарий по поводу альтернативных источников топлива для автомобилей. Я здесь с удивлением узнал, что, оказывается, в Австралии автомобильные концерны, такие как GM и Ford, продают автомобили, которые работают на бензине, газу и этаноле. И эти автомобили выходят такими из завода. То есть вы можете заказать себе двигатель, который будет на этих источниках топлива работать. — Да, и в Бразилии тоже. В Бразилии очень любят, например, тростниковый спирт. Из него делают, в том числе, этанол. И процентов до 15 производственной программы концернов, в том числе Volkswagen, это машины, работающие на этаноле. Есть у них такое. — Очень странно, что у нас этот опыт не перенимается. — Григорий, вы обратили... — У нас много дешевого газа. — Да, у нас в том-то и дело, что у нас много дешевого газа. Мы до сих пор не в состоянии сделать приличный газовый мотор и оснастить нашу страну газовыми заправками. У нас грузовики, как вы заметили, на рамят ездят на бензине, при том, что, в принципе, мы пытались делать дизеля, но советская власть почему-то не осилила дизель. У нас ЗИУ-130 ездил на бензине. Это было удивительно абсолютно. Корбюраторная машина с двигателем В-8. Ни в какие ворота не лезла. Как дизель начали изобретать, ничего не получилось. То есть в этом отношении мы очень сильно отстаем. Ведь у нас же автопром, он всегда был на отшибе. Это была технология заимствований. И мы очень сильно отставали. Хотя перспективные разработки у нас шли. Был в свое время период, когда мы пытались сделать даже топливо из рапса. И одна из пятилеток предусматривала засеять всю страну рапсом, чтобы на рапсовом масле у нас были автомобили. Ничего не получилось. Вот вообще ничего. И сейчас с таким вот опозданием мы бросаемся за вчерашний день какие-то электромобили, какие-то гибриды. Да мир уже ушел вперед. Водород. А по водороду мы не работаем, к сожалению. Я с вами согласен, что за водородом будущее. И в принципе альтернатив нет. Но то, что можно делать сейчас, это опять же, я не знаю, использовать тот же газ. Но мы в этом направлении опять почему-то не работаем. То есть я не знаю, может быть, просто договориться с тем же Фордом и GM, чтобы они сюда эти автомобили застряли и поставляли. Ну, газ газу рознь, хотя, конечно, сам по себе мотор на газу он гораздо чище, и масло к нему нужно другое, попроще, попримитивней. И сама по себе технология изящней. Газ он чище и изольных отложений меньше. То есть все говорит о том, что газовый двигатель, он в принципе выигрышней. Ну, у нас как-то не получается. Григорий, а вспомните, как мы, например, у нас вот Медведев буквально пару дней тому назад сказал, что в Москве плохая сотовая связь, а ему сотовые операторы сказали, так исторически сложилось. Да оно же складывалось у нас на руках, на глазах. Или посмотрите, вот когда изобрели сотовый телефон? Когда он пришел к нам в страну? Он в страну к нам пришел вместе со всем миром. Мы получили сотовый телефон без отставания на прогресс. И что у нас? У нас нету производства, у нас нету своих разработок, у нас нету ничего, у нас есть только рынок потребления. И тот кривой и косой, даже Медведев сказал, а почему так плохо? Ему сказали, а исторически сложилось. Исторически сложилось только что. Или посмотрите, Григорий, Корея, Южная Корея, эта страна начала делать автомобили тогда же, когда и мы. Чуть позже. Потому что у них не было периода довоенного, Корея как страна началась после войны. И когда к нам сюда пришли первые корейские машины, по большому счету они были первые. Корея именно тогда и начала их делать. И у нас на глазах Корея ушла вертикально вверх в отрыв и на сегодняшний день делает полную номенклатуру любых автомобилей, на любых двигателях, с любыми технологиями и спорит с японцами. Задвигает американцев и вырывает кусок пирога у немцев. Кто нам мешал? А нам, знаете, у нас исторически сложилось. Вот так получилось. Корея за 30 лет создала мощнейшую промышленность вообще. Она для нас делает сотовые телефоны, стандарты GSM, которого в Корее нет. В Корее CDMA. И они GSM делают для Европы и для нас. Мы это все потребляем, и вот сейчас пытаемся изобрести электромобиль, а может еще газовый мотор. А Минпромтор говорит, а сделайте нам, пожалуйста, еще гибридный грузовик. А зачем нам гибридный грузовик? Вот зачем? А Минпромтор говорит, а мы вам за это поллимона дадим государственных денег. Мы их выбросим в вашу пользу. Удивительно. Вот. Сергей, я могу с вами только согласиться. У меня никаких выражений. Григорий, спасибо вам. Вот так вот грустно мы можем позволить друг другу кивнуть головой, сказать, что увы, вот так вот мы все это видим, понимаем. Но почему-то наши стратеги, они понимают как-то по-другому. Алексей, это вы. Здравствуйте, Алексей. Вечер добрый, Сергей. Наше любимое автомобильное имя, Алексей. Ну, да, заметно. Ну, мне хотелось бы все-таки, чтобы пятничный вечер предвыходным был на более бодрой носе. Уже о пиве мечтается? Уже телевизоры тапочки? Давайте из флегмы куда-то выбираться, да. Мы уже мечтаем о пиве, стоя в пробках, как обычно. Ну, по теме сегодняшнего эфира хочу сказать, что Россия и Союз, мы всегда шли своим путем. Не обращая ни на ошибки, ни на опыт других. Максимум, что мы могли, это стырить послевоенные первые разработки у америкосов и у немцев. И на них строили свой автопрос. По-моему, больше ничего мы не придумали. Нет, Алексей, а откуда у нас взялся, например, ГАЗ-А? Это был Форд, а мы его официально купили. Ну, безусловно. Нет, я-то имею ввиду то, что там у нас двигатель ЗМЗ-24 был. Это прекрасный фордовский движок. К нему шли, кстати, замечательно фордовские карбюраторы, и работал он на них значительно лучше. Да, да. А 402-й мотор, который отливался в землю, в Апоку, это же... Ну, да, то есть чудесные времена. А все-таки я бы хотел предложить немножечко иную тему. Мне кажется, что вы должны быть политически подкованным автомобилистом. Или просто подкованным? Ну, подкованным как автомобилист, понятно. Вопрос касается деятельности наших, ну, как их назвать, автомобилезащитных организаций, всяких там, как они там, ассоциаций российских автомобилистов, там еще что-то такое. Вот что-то непонятно, какая-то пена постоянно идет, а выход с них какой? Он есть, и вообще как ими пользоваться? И можно ли ими пользоваться? Или нельзя ими пользоваться? Вообще для чего они существуют? Ну, например... Там Пахмелкины какие-то, Орешкины. Потом ведерки еще были у нас какое-то время, там, наши как-то фамилии, я не помню. Да, Шкуматов. Ведерки были достаточно полезны, по крайней мере, на первом этапе. Они великолепно совершенно спародировали ситуацию, происходящую у нас на дороге. А дальше-то чего? А дальше, поскольку масса народа инертная, то вот этот первый порыв, который был по конкретному поводу, искра возбудила определенное пламя. Но дальше дров не было, потому что люди очень спокойно к этому относятся. Пиво есть, закуска есть, а что еще надо? Жизнь удалась. То есть, все-таки, дело в нас, да, в большей степени, в тех автомобилетах, которые занимают, скажем так, пассивную дорогую позицию. Я вот здесь посмотрю, как вы там прыгаете, да? Если что-то получится, хорошо. Не получится, ну, справлялись тысячу лет сами, и сейчас справимся вот так примерно, да? Знаете, конечно, да, потому что обыватель, он на всем земном шаре абсолютно одинаковый, инертный и достаточно послушный. И в этом отношении очень показательным было выступление одной, имеющей зад черного цвета в Америке, когда, это Америка, это чужая совершенно нам страна, у них случился большой-большой кризис, их немножко затопило в Новом Орлеане, и эта тетя, стоя посреди своего дома, очень громко кричала в камеру, «Где все те, кто обязан меня спасать?» Это вопль обывателя, относящийся в том числе и к нашему. А где все те, кто должен... Ведь, Алексей, вот вы едете по дороге, там, где вы, там закон, потому что вы не даете взятку, и любого милиционера вы возвращаете в правовое поле. Безусловно. Во всяком случае, я так делаю. А все вокруг говорят... Я тоже так делаю. А все вокруг говорят, не, ну а что я? А я что, буду себе неприятности? А я ему что? Ну троячок, да ладно, командир, разошлись. У меня был шикарный случай, действительно нарушил. Нарушил на 300 рублей, скорость превысил, да? Сел, значит, к товарищу, тогда еще милиционеру, в машину. Мы с ним что-то договорились хорошо, там, он говорит, как, чем работаешь? Я говорю, вот такая у меня странная профессия геофизика. Говорит, ну, интересно. Все обычно, говорят, юристы. Начинают права качать. Я говорю, да нет. Ну что, тра-та-ля-ля. Говорит, ну что, тебя штрафовать? Я говорю, ну штрафую, конечно. Как тебя штрафовать? Я говорю, ну как хочешь, ну давай как пешехода. В общем, он вызвал мне предупреждение, и мы с ним разошлись. И ему хорошо, и мне замечательно. То есть, в принципе, нормальные, хорошие люди. Главное их не стимулировать. И почему, если можно, да, я так сказать на подъеме еще немножечко попросил бы, может быть, это некая тоска по эфирам Бранько, но у него были интерактивы с участием кого-то. Вот мне бы хотелось бы, у вас был такой эфир, по-моему, вы кого-то с Астоваза вытаскивали. Да, мы потихонечку к этому придем. Вот очень бы хотелось бы, да, и пригласить туда вот ребят, там, Похмелкина, Шкуматова, чтобы пообщаться, образовательную работу среди водителей проводить. Что делать? Как делать? Потому что вот, ну, детали машин, это вещь очень интересная, целый предмет есть в вузах, да, называется детали машин. Да, это очень интересная тема. Она, безусловно, полезна всем, но купив автомобиль, мы должны понимать, как им правильно пользоваться, не только техническим, но и юридическим. Да, Алексей, спасибо за звонок, ваша заявка принята, вы абсолютно правы. С покупки автомобиля все только начинается, автомобильная жизнь раскрашивается самыми удивительными тонами и красками после того, как вы купили и поехали, и юридическая составляющая, конечно, играет роль. Но обратите внимание, 20 лет тому назад, когда я, например, получал права, мне мой инструктор, я думаю, вам тоже ваш инструктор говорил, в кармане держите всегда деньги на взятку, 3 рубля, 10 рублей, в зависимости от того, кто, когда. А сейчас даже в автошколах уже учат тому, что у вас должен быть какой-то минимальный юридический навык, советуют почитать кодекс, и люди из автошколы выходят с готовностью к сопротивлению, неумелой, но они уже не согласны. Если раньше каждого водителя обязывали воспринимать главным на дороге милиционера и не спорить с ним ни в коем случае, с тех пор правовая ситуация изменилась. Правовая грамотность нет, правовая ситуация потихонечку изменилась. И это заслуга очень небольшой группы людей, в частности, Ольшанского и Травина, которые вот тогда, 15 лет тому назад, начали менять нам с вами сознание. У этого разговора, конечно, может быть еще очень много параметров, и в том числе гостей в эфире, но вот тогда, единожды, качнув лодку и толкнув эту тему, народ ее потихонечку подхватил. Просто еще, к сожалению, не все активны, еще мало времени прошло, но желающие получили возможность самореализоваться уже сейчас. Перерыв на новости. Телефон студии 6510996 у нас на линии Сергей. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Я вот тут услышал новость про электромобили и гибриды. И КАМАЗ электромобиль будет изобретать. Сейчас сделают ведь. И считаю, что это правильно. Тем более, такие наработки уже есть. Недавно вышел локомотив с гибридным двигателем для железной дороги. То есть, в принципе, принцип-то он один и тот же, да, то есть подвижная электростанция, по большому счету. Вот, это на самом деле очень правильно. У нас БелАЗы, если вы помните, они ведь тоже уже, по большому счету, всю жизнь, они как раз являются гибридами. Да, да, да. А именно вот такой гибрид, вот без трансмиссии, это, что называется, самый нормальный гибрид. Потому что, с одной стороны, как бы вот в чем я с вами не согласен, потому что гибрид и электромобиль по утилизации энергии на порядок лучше, чем двигатель внутреннего сгорания. Но, с другой стороны, вы правы насчет того, что все это живет на углеводородной энергетике. И пока вот пускаем углеводороды, действительно, гибриды, все вот эти вот электро, особенно электромобили, это не актуально. Но, опять же, это не про нас. Потому что у нас идут разработки, и мы, так или иначе, если посмотреть тенденции, мы переходим потихоньку к нормальной атомной энергетике. Вот, когда перейдем, у нас будут электромобили. Электромобиль, это, в общем-то, будущее, на самом деле. И по всем параметрам он лучше, кроме пока еще проблем с батарейкой. Ну, самая главная проблема. Не слабенькая такая проблема. Сергей, наше будущее только в том случае, если найдется еще один Никола Тесла, и он нам откроет секрет, откуда вдруг берется энергия. Вот в этом случае... Энергия, все правильно, но дело в том, что энергия, вот на ближайшие перспективы, можно взять только в атоме. И вот именно если посмотреть ЕРАЙ по атомной энергетике, там все нормально. И как раз общество с атомной энергетикой, оно больше как бы способно ездить на электромобилях, чем на углеводородных. Сейчас смысл в электромобиле вот сегодня нету, хотя бы даже потому, что доставка жидкого топлива, она в данный момент проще, да, при как бы его емкости, чем его сжечь, сгенерировать электроэнергию, эту электроэнергию передать, а потом еще и зарядить. То есть, как ни крути, технологии там по хранению электричества, они придут, рано или поздно придут. Это немножко другая сторона мира и технологий, потому что вот пока мы по проводам передаем, у нас потери, конечно, колоссальные, поэтому нам нужно иметь еще промежуточные подстанции. Это совсем глобальный вариант. А мы, предположим, получили с вами электромобиль, ядерную энергетику, у нас в каждом дворе Чернобыль, у нас почему-то... Нет, никак. А почему у нас должен быть Чернобыль? А почему у нас не должно быть Чернобыль? А смотрите, вот когда пещерные люди, допустим, да, там, устраивали себе пожары и выгорали, но это же не потому, что огонь плохой, а просто не умеют пользоваться технологиями. А мы умеем? Технологии используют. Умеем. Мы умеем? У нас сколько защиты от дурака в Чернобыле было? И что? На порядке. Вот вы сейчас задели тему, которой я касаюсь, так вот получилось. На порядке лучше. И как раз пример с Фукусимой показывает, что даже в Советском Союзе при недостатках, там были недостатки, приличные недостатки. Мне тоже так показалось. Но по сравнению с той же Фукусимой это просто на порядке. А если взять текущие технологии, текущие разработки, то все будет очень хорошо. Но есть одна проблема. Без ядерной энергетики мы просто не проживем, потому что человечество устроено таким образом, и развитие цивилизации, что вам энергии требуется каждый раз все больше и больше. Любой цикл, даже там добыча полезных ископаемых, на них все больше и больше тратится энергии. На все. То есть рост энергии, он идет по прогрессии. И если мы хотим, Сергей, рост потребления чего угодно идет по прогрессии, потому что и есть стали больше, и домов строить стали больше, и ботинок снашиваем больше. Но предположим, что мы все поехали на электромобилях, особенно в условиях нашего теплого климата где-нибудь на Чукотке. И нам нужно, соответственно, обогреваться, нам нужно, чтобы у нас этот источник энергии был не просто сиюминутный, его хватит поехать туда-обратно, это должно быть по автономии хода, по запасу хода, как у парохода. Естественно. И эти технологии мы получим очень нескоро. И это не только... Вот нынешним путем мы можем только увеличивать объемы аккумулятора, реагента, чего угодно, ядерной электростанции. Это тупиковый путь. Тут должен быть... Лития, которого мало на самом деле, которое сложнее получать. Это тупиковый путь. То есть мы, по большому счету, занимаемся апгрейдом кувалды. Нет, не без этого. Вот здесь, как бы, вы правы. Но все равно, как ни крути, нам придется с этим столкнуться, и эту проблему решитесь. То есть, как бы, все вот эти вот потуги, там, переходы на газ, тем более на рапс, вот эти вот растительные, это вообще преступная вещь, тема отдельной, так сказать, диссертации. Это возобновимость ресурса, единственный выигрыш. Только в том, что можно... Это отсутствие продуктов питания. Да, в итоге, да. Это самая главная проблема. А у нас есть страны, в том числе и развитые, которым вот перекройки с ворот, и у них проблема голода начнется. Ну, эта проблема начнется... Например, Япония замечательная страна. Экспорт упадет еще там, да? Ну, так вот, прилично. Если экспорт упадет, он просто не на что будет купить еду, потому что они сами себе с удовольствием не обеспечивают. Японцы себя великолепно прокормят, они будут, живя на своем острове, питаться морепродуктами. И их не возьмешь в принципе никак. Они не будут... Есть исследования, можно на эту тему поизучать материалы. Действительно, там проблема эта есть. Но бог с ним. Нет, Сергей, не выживут только те государства, которые не имеют выхода к воде. Вот у них будут трудности. Вот у Швейцарии будут трудности, у Афганистана будут трудности. Знаете, есть такая проклятая категория стран, которым не повезло, у них нет выхода к источнику воды. А Япония шикарно проживет. И когда я, например, в Министерстве экономики Норвегии разговаривал с норвегами и спросил, а что вы будете делать, если у вас закончится вообще все? А вы знаете, даже если Третья мировая война начнется, у нас останется нефть, картошка и рыба. И мы прекрасно проживем без всего остального земного шара. Японцы точно так же великолепно обойдутся рыбой. Они будут грести на веслах, они будут отапливаться бамбуком, они не будут выходить в открытый космос и не будут смотреть спутниковое телевидение, но рыба у них будет. И уменьшат плотность населения. Плотность населения в этом случае уменьшит все. Потому что плотность населения это функция от энергии, по большому счету. Мы не будем касаться теории Циолковского. Это у нас уже как бы, да, не автомобильная тема. Вообще вопрос был про электромобили. То есть я свое мнение насчет этого сказал. Но опять же, если гибриды брать, то я все-таки больше склоняюсь к каким-то большим решениям. Для легкового автомобиля гибрид смысл тоже, ну, по крайней мере, из того, что есть хороший дизель, в общем-то, может поспорить с гибридом на данный момент. Может. Причем хороший дизель, он нормальный, понятный, он везет тебя куда угодно. И не надо никаких компромиссов. А на гибриде или на электромобиле компромиссы необходимы. И ты постоянно должен выкручиваться. И немцы с утра до ночи проводят один и тот же натурный эксперимент. Как только появляется очередной гибрид с заявкой о том, что он бензин не потребляет, а в основном производит, они садятся на какой-нибудь Фольксваген и едут откуда-нибудь типа из Берлина в Лиссабон. Это японские технологии. Это американские технологии, это не японские. Американские, от которых отказались, и которые потом купил Япония. А американцы почему отказались? А почему они отказались? Понятно, потому что неэффективно. Конечно, они кинули японцам пустышку и сказали, японцы, развивайтесь. Вам нравится поиграться в нашей американской пятнашке? Играйте. Тем более в Америке бензин всегда, в общем-то, был дешевле. Да. И это тоже надо понимать. Но, тем не менее, опять же, вот насчет японского качества, вы ругаете АвтоВАЗ, но я как-то на ВАЗе последней модели, Калина называется, приехал к одному знакомому, который работает в гарантийном сервисе Тойота. Я когда открыл дверь, он говорит, да, здесь лучше сделано. И поэтому, ну, я как бы, я понимаю, что АвтоВАЗу далеко, но справедливости ради, за те деньги, в нем не болтается пластик. А в Тойоте за миллион может болтаться пластик, и вообще непонятно, за что просят миллион. Японцам мы с вами платим контрибуцию. И раз находятся в нашей стране люди, которые считают, что они японцам должны, они настоящее японское качество за миллион покупают. Я этого, например, не делаю, потому что я японцам ничего не должен, даже Хабамай и Шикотан. Остальные почему-то должны. Ребята вперед. Это у нас с Дальнего Востока идет, я считаю. Да, легенда оттуда, конечно. Хотя справедливости ради, справедливости ради, я смотрел Мазду, аналог шестой Мазды, я не помню, как она называется, но там праворукий аналог шестой Мазды. Да, лучше покрашена, лучше, вот могу сказать. И мотор вроде как бы там маздовский, а не от Форда. То есть, наверное, что-то в этом есть, что качество получше. Ну, стоят эти автомобили, конечно, тоже дешевле. Но вот то, что продается с левым рулем, ну, за эти деньги не всегда, далеко не всегда актуально. Там есть, да, какие-то хорошие модели, но так в принципе в целом, будь оно дешевле, ну, было бы лучше. Не надо верить в сказки нам с вами в любом возрасте, потому что, когда кто-то нам рассказывает о великом японском качестве, это абсолютно пустой разговор. А в отношении того, как на «Жигулях» заехать в сервис к японцам, например, к «Тойоте» и удостоиться хвалебного сравнения, так зайдите к патологоанатому. С его точки зрения все давно умерли. А с точки зрения слесаря, который ремонтирует «Тойоты», все «Тойоты» уже давно поломались. Александр, это вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Долго я ждал. Да, да, это точно. Вы очень терпеливы. Спасибо. Мне очень нравится ваша передача. И вопрос такой. Сейчас езжу на Аль-30. Замечательная машина. Это новая или предыдущего поколения? Предыдущего поколения, 2009 год. Очень хорошая машина, и она вас явно не подвела ни разу. Совершенно точно. Вот уже 80 тысяч набегала и продолжает меня радовать. Но все равно начинаешь задумываться. В машине уже четвертый год. Начинаешь задумываться о том, нужно ее менять или не нужно. Пока нет. Насколько она еще выдержит? Ну, 250 тысяч, она под вами точно выходит. Без вопросов. Вы замучаетесь ее снашивать. Вы ее просто продадите, потому что надоело. У меня предыдущий был тоже корей. Тоже новенький гетц. А гетц очень хороший. Особенно, если он у вас первого выпуска был, лобастый еще. Симпатяна. Да, да, первого. Потом, когда ему сделали операцию по изменению пола и из мальчика сделали девочку. Ну, девочка получилась такая, в общем, неплохая, конечно, но ваш мальчик был явно краше. Гораздо симпатичнее. 2004 по 2009 год она у меня пробежала 90 километров. 90 тысяч, да. И, в общем, доволен был жутко. Единственное, что хотелось... Дорожный просвет другой. Хотелось другой дорожный просвет все время, сколько вы ездили на гетце. Он меня устраивал. Я не ставил в защиту картера ни на одной из машин, на которой ездил. И ни на одной машине у меня проблем в этом плане не было. Александр, тогда ваша Ай-30 проживет гораздо больше, чем 250 тысяч. У такого хозяина, как вы, она полмиллиона отходит, и вы будете с ней расставаться, она будет производить впечатление нового автомобиля. Следующий хозяин будет счастлив, что он взял из ваших рук. Поэтому, ваша третья машина будет тоже нулевый кореец. И к тому моменту корейцы подпрыгнут, сделают кульбит в воздухе, потому что они имеют такую приятную особенность прогрессировать скачками. Вот ваш нынешний Ай-30 это добротная хорошая машина. Нынешний Ай-30 это ураганная классная машина, он сейчас начнет вышибать Volkswagen Golf из Европы. Заодно Opel Astro, он ему сейчас на хвост наступит, и еще он пинка даст под зад Ford Focus. По Европе это с ним произойдет. Когда вы через 20 лет, Александр, пойдете покупать себе следующего корейца, вы получите космический корабль. Это будет не менее интересно. Так, Андрей, это вы. Здравствуйте. У нас мало времени, но я с удовольствием вас выслушаю. Да, тогда побыстрее. Значит, что можете сказать про Владимира Аверина, как он там поживает? Вы с ним никакую связь не поддерживаете? Он тоскует, потому что он остался на государственном корабле, а на государственном корабле над тобой 500 начальников, 250 цензоров при отсутствии цензуры в нашей стране, и много людей, которые тебе рассказывают, как нужно жить. Все понятно. Значит, тогда ему только терпение можно пожелать. Да, терпение. Ну, понимаете, он латентный умница. К счастью, там, где он работает, не все понимают, что он умнее, чем они вместе взятые. Вот пока они этого не понимают, он может там более-менее на что-то рассчитывать. Как только они догадаются, что он действительно умнее их вместе взятых, вот тут у него начнутся большие трудности. Обычно этого начальники не прощают. Спасибо вам. Комплименты ему передам. Перерыв на новости, реклама, потом вернусь. По телефону 6510996 дозвонилась Татьяна. Уже ли та самая Татьяна? Здравствуйте. Да, добрый вечер, Сергей Степанович. Я решила разбавить длинным вереницам мужчин, звонящих, и продолжить разговор про японское качество. Давайте. закидайте меня тухлыми помидорами, я знаю ваше отношение к марке, но новый Lexus GS, с чем же он все-таки плох? Очень мне его хочется. Он ничем не плох, он красив, а самое главное, он же новый. Закон Генри Форда, какая машина лучше? Лучше новая. Я езжу все время на новых, у меня сейчас Lexus GS новый, но вот подумай. GS это большая, красивая машина, мы никому не скажем, что это просто Toyota, мы сделаем вид, что это шикарный Lexus, мы сделаем вид, что он безупречен во всем, а поскольку они действительно старались, то вы получаете хорошую новую машину. Сказать, понимаете, как вот оценка с точки зрения жигулиста, изможденного, что такое хорошо и что такое плохо, сильно отличается с точно такой же оценкой человека, который с Lexus на Lexus. Что такое хорошо и что такое плохо, у него несколько иное. Поэтому я бы Lexus не купил только потому, что я не считаю его достойным этого ценника. Во всем остальном очень хорошая машина, гораздо лучше, чем в Волге и по размеру больше. Понятно, спасибо большое. Татьяна, самое главное, чтобы не ломался. Всегда очень хочется, чтобы машина не ломалась. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам, Сергей. Вы знаете про общественное движение Stop Hum, которое на клейке клеится машина, на которой неправильно паркуется? Хотелось бы узнать ваше отношение к ним. Все-таки они методы, возможно, не совсем человеческие используются. Ну или как вы поддерживаете их? Знаете, юность играет у них в самых неожиданных частях тела, даже за пределами физиологии, потому что юность обычно играет в конкретном месте, а у них она как-то так очень масштабно распространяется. У них есть еще сподвижники, такое молодежное объединение «Сталь», которое очень сильно портит имидж непосредственно у Stop Hum. Сама по себе затея правильная, она очень наглядная, реализована она, как всегда, с легким оттенком терроризма, но как метод борьбы она достаточно, нельзя сказать, что полезна. Как вы думаете, она ли приносит какие-то результаты? Результаты она приносит, конечно же, потому что даже самый оголтелый хам очень не любит, когда вдруг выясняется, что он хам. И хотя большинство обиженных с кулаками лезут и пытаются драться, но тут как раз безупречность позиции. Они ведь и вправду не там поставили свою машину, и она ведь и вправду мешает. И я категорически против того, когда эти молодые ребята таким образом нападают на обывателя, на человека с дешевой машиной, который стоит не на Красной площади во втором ряду, а, например, у себя во дворе. Вот движение Сталь очень любит этим заниматься, подкрасться к тем, кто просто спокойно стоит. Но, как кажется ребятам из движения Сталь, кажется, там где-то в 100 километрах был знак, и вот они его нарушили. Вот это мне не нравится. А когда, например, к машине чиновника подкрадывается целая толпа или к машине коммерсанта, вставшего на площади перед центром европейским в пятом ряду, это делать обязательно нужно, потому что это самый наглядный и единственный метод. Товарищ милиционер, он устранился, это его задача, он не будет этого делать, тем более, что он всегда считает себя обиженным и недоплаченным. А молодежь, ну, пока в репу не получила, может себе это позволить. До тех пор, пока... Вы считаете, что они правильно делают? Я не считаю, что они правильно делают, потому что они подменяют собой государство. Это обязанность правоохранительной системы, и не должны частные люди изобретать способы, пусть даже наглядные, как именно урезонить тех, кто выпадает из правового поля. Этим обязаны заниматься только государство. Но именно государство этим не хочет заниматься ни в коем случае. Методы, пусть даже и с легким оттенком терроризма, избранные молодыми ребятами, мне не нравятся. Но до тех пор, пока государство не делает вообще ничего, некоторое количество хамов вдруг узнает, что они хамы. Спасибо, вам много с вами согласен. Спасибо вам, но жаль, что мы вынуждены один на один решать все проблемы, которые вокруг нас. Это вот то же самое, как с тарифами ЖКХ. Это мы должны на штурм брать объединенную бухгалтерию и объясняться при помощи наших несчастных старушек с теми людьми, которые берут и вписывают в счет 500 кубометров воды тому, у кого счетчика нет. И мы должны как-то вдруг искать тех, кто нам вписал такой тариф электропотребления. И мы должны решать вопрос с парковкой. И мы должны решать вопрос в том числе со снегоуборкой. А в некоторых регионах люди, например, решают вопросы с дорогами и ремонтируют их за свой счет. И вы помните этот прецедент, когда в одном городе взяли и отремонтировали мост. И причем там была колоссальная разница в смете, потому что люди из своего кармана заплатили полмиллиона рублей за ремонт моста. При том, что государственная смета была в 3 миллиона. Вот эта вот разница об откатах. Сколько должны были украсть и сколько это стоит реально. Люди это делают. С одной стороны, наше государство провоцирует людей и даже обывателей на формирование гражданской позиции. Это вот та самая ситуация, когда все, что они творят, я имею в виду власть, так или иначе приводит к созданию уже более-менее разумной оппозиции. Я не имею в виду вот этих вот клоунов, которые у нас в Думе сидят. Там оппозиции нет. Но когда людей заставляют решать вопросы за государство, через какое-то время они, к сожалению, получают вкус к этой борьбе. И движение СтопХам рано или поздно во что-то выльется. И битвы людей с тарифами ЖКХ рано или поздно к чему-то приведут. И этот процесс будет неуправляемый, как любой процесс в нашей стране. Я в свое время интересовался, а вот куда, например, деваются скинхеды. Ведь скинхеды, они в основном привязаны к возрасту. Вот то же самое, как движение СтопХам. СтопХам — это удел молодых и очень резвых. Скинхеды — это удел тоже молодых и тоже резвых. Вот куда, например, уйдут ребята из СтопХам, я пока не знаю. Но я уже точно знаю, куда уходят люди из скинхедов. Они уходят в полицию. Им со временем становится важным и необходимым бить кому-то морду. К сожалению, это в том числе потому, что скинхеды берут на себя часть функции государства и регулируют то, что обязано было регулировать государство. Александр, здравствуйте, это вы. Добрый день. Скажите, вот такой вопрос. Вы знаете, что добраться, ну, передвижение по Москве затронено, и многие люди, допустим, едут по обочине или поворачивают налево, не с левой полосы, а объезжают всех, кто стоит и ждет поворотника, а объезжают справа и поворачивают лодок. Видели. Вот такой вопрос. Как бы вы рекомендовали поступать автолюбителю в такой ситуации? То есть, когда я это вижу, у меня прям страсть кипит. И я понимаю, если я так не сделаю, то я буду стоять еще сто лет и никогда не доеду. Александр, ответа несколько. Глобальный и сиюминутный. Глобальный выглядит следующим образом. Вы пошли на выборы и вы выбрали ту власть, которая лишила вас, например, права выбора мэра города. Мэр города у нас упал с луны и теперь правит нами, рассказывая о том, как необходимо истребить все движение личного транспорта с тем, чтобы мы давились в очереди на автобус. Это же результат того, как мы с вами относимся к своему праву выбора и вообще к политической ситуации в нашей стране. Вот с точностью до наоборот должно было бы быть все. у нас ведь федеральная целевая программа, которую милиция сама себе заказала, она подразумевала потратить 47 миллиардов рублей в течение шести лет на пропаганду соблюдения правил дорожного движения. Гаишники должны были нас уговорить, поверить в то, что правила нужно соблюдать. Также должны были нас в этом убедить своим поведением люди, по поводу которых у нас появилось движение синих ведерок. Они тоже должны были, я имею ввиду власть, показать пример того, как правильно ездить по дороге, соблюдать правила дорожного движения, не подрезать никого, не суетиться по рядам и останавливаться на красный. А еще они должны были нанять людей, облачить их в форму, они называются, кстати, у нас полиция, и заставить их регулировать движение. Они ничего этого не сделали и оставили, опять-таки, как в случае с топ-хамом, нас один на один в ситуации, когда дороги нет, движение не регулируется, а хамов все больше и больше. Что делать с ними? На самом деле с ними не делать ничего. Агрессия порождает агрессию. Нам с вами не дадут проехать, но кулаком мы этого не изменим. Мы вызовем конфронтацию, переходящую в кровавую разборку. Я не люблю кровавые разборки, ни по какому поводу. Что, Александр? Я понял. Но вопрос, вот смотрите, как бы... Вопрос, что делать? Этому вопросу он был задан... То есть поступать таким же образом или спокойно ждать, пока все остальные проедут? Спокойно ждать, потому что это тот самый случай, когда два хороших человека бьют одного плохого, плохих становится трое. Хотя иногда в репу двинуть надо. Но тот, кто полез, вы не сильно измените его а сами, к сожалению, подставляетесь очень сильно, потому что он заранее знает, что он в гробу вас видал, а вы вежливо об этом еще не догадываетесь. И подставляться под него просто небезопасно. а может быть, может быть, поступать так же? По отношению к другим? Да. Мне жалко других, я так не люблю делать. Ну, мне жалко. Александр, это же ваш выбор. Да, это выбор каждого человека индивидуальный. Я как-то раз поехал на большой черной машине и остановил с собой весь поток, выпуская дедушку ветерана на Запорожце. Дедушка ветеран сделал все, чтобы не выехать, потому что он меня перепугался насмерть. Да. Но мне не хотелось, чтобы он стоял, мне хотелось, чтобы он проехал. Так вот было, а он не понял, но... Альфа-поведение такое вот. Да, отчастие... Альфа-машина, она для того, чтобы показывать хороший пример. И я многократно рассказывал об этом, когда... Да, хорошо, когда оно у хорошего человека. Понимаете, как генералиссимус Франко спас Испанию от смертности и от вымирания в ДТП личным примером. Когда он узнал, что у него на африканском уровне количество жертв, он понял, что испанская нация скоро просто перебьет друг друга на дорогах, а это было, соответственно, конец 60-х годов. Он издал указ, он же фашист был, диктатор, он сказал всем ездить по правилам и начал с себя. И он ездил в своем кортеже, состоящем из его машины и мотоцикла со скоростью 60 км в час, останавливался на запрещающий сигнал светофора, а все остальные были вынуждены копировать поведение кровавого палача. И с тех пор Испания ездит по европейским правилам и нету в Испании вот этих всплесков темперамента. Они просто водители. Их научила власть. Наша власть показывает обратный пример. Поэтому, если мы будем вести себя так, как нам предписано, мы зайдем в финальный тупик. Вот мы больше из него никогда не выберемся. Этот путь прошли очень многие и испанцы когда-то, и южные корейцы, которые убивали друг друга. А нам еще предстоит. До встречи. Всем хороших выходных. В понедельник, я надеюсь, мы услышимся. До свидания.